АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Поэтому я предлагаю вам сейчас, учитывая, что борьба над чем характерна, знаете, нет? Травмы. Да нет, ну травмы. Чемпионом можешь ты не быть, но инвалидом быть обязан. Это аксиома любого вида спорта. Вот я, например, 13 раз сломал ребра. 13. Восстановиться после кассы и перелома любого сколько нужно по показаниям медицинским, как вы думаете? Два года. А? Два года. Два года. Два года. Узнаю Маэст. Полгода на все это отводится. Вот тебе считай. Я был в сборной команде почти 14 лет первым номером. Когда 13 раз на полгода, сколько это в годах, кто может посчитать? 6. А? 6. Молодцы. Представляете, да, что это такое? Почти 7 лет надо было быть легкотрудником. Но когда ты честен, когда ты болезненно самолюбив, а мы все здесь борцы, вы знаете, что в борьбе лидерство это узаконенный эгоизм. Потому что, несмотря на то, что у нас много, мы разные, у нас много категорий, но побеждает один человек в категории. Чемпион всегда один. Поэтому лидерство это узаконенный эгоизм, ребята. Но эгоизм начинает с того, что ты вовремя приходишь на тревогу, у тебя пострижены ногти, ты правильно распинаешься. Ты следишь за чем, за чем тебе говорит тренер. И это очень важно. Поэтому я вам покажу буквально, наверное, две для меня очень хрестоматейных истории. И вам это тренер показывает. Но каждый из вас считает, что борьба это прием. Я же не убежден в том, что борьба это битва за позицию. Это контроль. То, что позволяет тебе диктовать. То, что позволяет тебе быть сильнее. То есть дышать, согласовывая свои движения, не вырываясь от соперника, догоняясь в свое дыхание. Я несложно объясняю. Вы все не сможете. Будешь хорош. Тогда тебя начнут. Уважать. Но сначала бояться. Поэтому я вам советую, чтобы сначала боялись. Когда вы закрепите правильность этих эффектов, тогда вас начнут уважать. Для этого нужно побороться пару английских циклов. На понятном уровне. И еще одно. Никогда не пропускайте соревнований. Никогда. Любая возможность. Проявить себя. Проявить себя. Стать сильнее. Даже если ты не совсем готов. Даже если тебе нужно предлагать больше усилия. Поэтому обязательно. Я надеюсь, все кипки, ребята, нет? Нет. Нет. Точно? Все могут так, как я. Убом до короля. Ну точно. Ну-ка давай. Ну покажи, если можешь. Ну покажи, если можешь. Похвастайся. Так, хорошо. Ну еще не отрастил. Чем доставать быстрее. Давай. Молодец. Молодец. Вот так хорошо. На снофинных ворк. Вот так, как я сделал. Лбом. Давай. На снофинных ворк. Я на снофинных ворк. Молодец. И вот в этом состоянии доставайся до самого целого возраста. Верк. О, пошли шпагапы. Морцы настоящие хвастаются, да? Молодец. Молодец. Поэтому всегда нужно быть размятым. Всегда нужно быть странированным. И всегда, и всегда начинайте с контроля, о чем я говорил. Я покажу буквально два движения. Они везде одинаковые. Вольны, Крекоримской, Сюдо. Всегда боритесь за захват. Всегда боритесь за захват. Никогда не думайте, что вы сможете обмануть себя, соперника. Лучше навязывайте свои приемы. Поэтому всегда. Не важно. Я не в приемах. Сразу могу сказать. За усидчивость. У меня еще есть 4 или 5 маленьких. У меня есть меньше. Сто процентов. Олеш. Сто процентов. Покажи журнал мне, журнал. Покажи только, журнал. А кто будет вопрос задать? Отдам вот такие каратистские журналы. Там тоже я есть. Хотя к карате отношения не имею. Но к единоборствам имею. Так что у нас еще с вами фотографирование со всеми сразу. И договорились, нет? Поэтому всегда в положении. Посмотрите на мастеров. У всех у них почему-то заряженные ноги. Хотя кто-то скажет, что вольники это согнувшиеся классики. А классики это вообще полчеловека, потому что они в ноги не проходят. Но это не так. Поэтому всегда начинайте. Всегда ноги должны быть заряжены. Всегда, когда вы разминаетесь, не бегите на прямых ногах. Никогда не бегайте на прямых ногах. Так же, как в баскетболе, с борцами никогда не прыгайте под кольцом. Всегда вы должны контролировать ситуацию. Чем четче вы чувствуете себя с собром, тем очевиднее ваше преимущество. Тем труднее вас бросить. Тем труднее вас оббежать. Тем невозможнее вас обидеть. Неважно. Одноременно, разноременно. Всегда. Всегда беру вот у меня кисть. Я беру вот здесь, в самом узком месте, в самом весне. Я никогда не беру за пальцы. Я не беру выше, потому что это сложно. Я беру здесь. Здесь. Поэтому первое положение. А сейчас я боюсь, что вы не сможете отличить, в какой вид спорта я предлагаю вам попробовать. Заряжаешь ноги. Пожимаешь руки. Выходишь на прямых ногах. Но после того, как произойдет свисток, я вот что делаю. Похоже, нет? При том, что он не может пойти немного, потому что я его контролирую. Поэтому я вам настоятельно советую попробовать. Все очень просто. Не важно, в какой стойке он борется. Важно, в какой стойке удобно мне. Я из-за того, что ноги ломал, боролся, все время левую руку вязал. Потому что переучивался. Поэтому повторю еще раз. На прямых ногах вышли, пожали руки, посмотрели на человека, с кем вам придется, показать всю доработу, всю красоту, поэзию публики, нашего замечательного вида. Жуйте свои руки грудью. И берет и набирает и заплатит. Сюда, туда. Разницы нет. Сюда. Поэтому мы все бьемся. И в жизни это пригодится, кстати. Да? В жизни это пригодится. Мы всегда бьемся за позицию. Всегда бьемся за позицию. Никто не выходит так. Никто не открывает. Никто не отдается. Все. Ножки здесь. Не надо фронтально стоять. И мой вам совет. Никогда не стойте на пятку. Потому что это не предполагает устойчивого плана. И первый шаг сюда. 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 Разницы нет. Все время вы диктурили. Главное, это заклад. Даже если вы очень устали. Не расставляет. Так. Вот вы устали. Не надо отходить от него. Не надо думать, что вы отдохнет из этих 15. Потому что вы задохнетесь. Заметьте, я рассказываю. Я пытаюсь делать движение. Я сохраняю отдыхатель. Почему? Знаете, нет? Потому что я согласовываю свой ритм. Я распределяю свои силы. Если я буду делать то же самое. А он будет проводить мне приемы. Мне придется труднее дышать. Потому что я должен еще буду вороваться. Я должен на него реагировать. Я должен на него отвлекаться. Поэтому. Стоит в другой стойке. Сюда. Стоит фронтальные руки прячет. Да уприте в грудь. Локтем в грудь. И сюда его. В толпу. Ты чего? Ты чего? Контроль ног. И позиция ног. И соответственно дыхание. И помните еще одну простую историю. Когда ты борешься вот так. Ты устаешь. Видно, нет? Когда ты согнулся. Но борешься вот так. Совершенно другая у тебя анатомия. Совершенно другая биомеханика. Поэтому всегда вот так это происходит. Согнул голову. В конечном итоге у вас выпрямятся ноги. Абсолютно верно. И вы уязвимы. Чуть выпрямил. Все. Рустеет. Возьми еще раз. Согнул. Вырываешься. Отдыхаешься. Подставок. Оп. Все очень просто. Все очень просто и полезно. Так? Все это знают. И все думают, что без этого можно обойти. Ты в ощущении, что руководство сами на себя не может. Все время несете себя сами. Все время несете себя сами. Давление сюда. Давление. Не несите на него. Не носите себя. Он вас носит. Даже сейчас встает, рассказывает, решу на нем. Вот. Даже сейчас. Сошки срятали, на нем решу. Решу на нем. Чтобы он мучился. Чтобы не я себе рассказал. Смотрите, ноги. Не, все остальное. А он. Даже так взялся. Так взялся. Все равно на нем. Боись. Боись на нем. Зашли назад. Все равно действительно на нем. Все равно висите на нем. Ясно, о чем я сказал? Главное, зачем, о чем. Расскажите, не отдайте позицию. Парень, парень. И не надо никого пугать. Пожарили мути, подошли на прямых ногах, а не так. Вышел такой весь боец-орел. Серьез. Сразу в него. Сюда. Ну да. Ну есть непростые, но очень доходчивые движения. Взявшись за кисть. Видно, нет? Большинство видно. Взявшись за кисть. Делаешь одно простое движение. Ну, убираешь окунь просто. Оп. Можно, конечно, и так кинуть, а окунь выставляет. Он выстрелил. А теперь еще. Выстрелил окунь. Он не выставляется, да? Это сюда. Есть второе движение, еще проще. Очень многим. Сюда. Сюда. Потому что я не трогаю пальцы. Я взялся сюда. 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 Понятно? Все время кисти. Для того, чтобы у вас были кисти, приспособлением для того, чтобы у тебя держали. Знаете, нет? Теннис не мяч. Мяч для большого тенниса. Видели? Желтые такие, зеленые. Берете мяч. Ну, у тех, кто будет еще не такие большие. Берете его потихонечку, прокалываете ножичком. Несильно. Маленький делаете натрез, чтобы воздух уходил. И начинаете его мять. Я, к сожалению, не взял с собой. Ну, и теперь самое главное. Как вы думаете, когда борец может стать сильным? Что он для этого должен делать? Кроме того, что он ходит на ковер. Что он борется? Что? Он должен подтягиваться, отжиматься. Подтягиваться, отжиматься. Замечательно. Со своим весом упражнение, да? Канат. 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 Хорошо. А такое приспособление, как резиновые спарты. Как вы считаете, нужен боксу, нет? Да. А кто из вас, из старших, я старшим. Кто из вас может представить, что с резиной можно делать становую тягу, например? На ноги абсолютно верно. Я вас уверяю, что это замечательно. Потому что, в отличие от штанги, там нет фазы, когда она свободно опускается. То есть, что вверх, что вниз, ты в состоянии напряжения находишься. Находишься в состоянии напряжения. Я намерен, что я взял с собой свой любимый на кого-то пункт. Вот это да и есть. Показать, да? Да. За исключением мяча. Есть резина, ну, тяжеловежая. Наверное, вот эта должна быть резина, да, у меня? Резина должна быть такой толщины, с которой ты можешь поработать ровно с хвастом. Не останавливайся. Привязался к стеночке и минимум 6 минут без перерывов, без остановок ты должен двигаться. Двигаться на ногах, тянуть резину. Я не знаю, есть кто-нибудь для сотрого активности. А кто вот с этой резиной выдержит 6 минут? Показываю. Никогда не наматывайте на ноги резину. Вы можете намотать руки соперника на ноги, нет? Нет. Поэтому здесь нужно сделать квадр, тренировать. Так, так вы беретесь. Неважно. Он должен регулировать мое натяжение, я должен предполагать, что я все-таки борюсь до полусогнутого. Потому что, когда тренер ставит задачу, иди по работе с резиной. Подошли, у всех хорошее настроение. Вот это вот, как на пляже пошло. Все нормально. Что он делает, непонятно. Поэтому все очень просто. Вы выходите бороться всегда. Всегда бороться. Неважно, продергиваете вы. Неважно, забиваете руки снизу. Все время вот. Все время. А ты регулируешь протяжение резины. Ты можешь подойти ко мне, я должен отойти, соответственно. Ну, понятно, да? Понятно, о чем идет речь? Ясно? Поэтому берете тоненькую резинку. Тоненькую. Тренируете хват. Просите своего товарища, чтобы он засек время. И начинайте потихоньку приближаться. Обязательно двигаясь на ногах. Смотри, я на тебя под крутой открою. Молодец. Все. И вы смотрите на себя. Вы только смотрите изнутри. Вы понимаете, что нужно сделать. Эти движения, даже эти движения. Для проходов. Понимаете? Все время с ногами. Все время с ногами. Можно тоже самое поменять полярность. Сюда. Начал отходить, он должен натяжение меня обеспечить. Молодец, молодец. Я не буду тебя толкать так далеко. Сюда, сюда. Общеразвивающие движения тоже очень нужны. Можно переводы поделать. Можно поделать проходы в ноги. Но задача в одном. Ты должен делать это в одном тенке. Сколько мы его? Шесть. Ну, для маленьких четыре. Так ведь, нет? При том, что вы можете добавлять любые игры. Но вы должны делать это, ровно сколько занимает время схватка. Сейчас такое пошло по ветре. Кто-то говорит, что надо накопить базовую силу. Надо наработать тяжелыми кресами. Я не знаю, там объемные тренировки, подъемные ноги. Под съем стопы. Ножки фронтально. Взялся, опять же, ничего не намазывалось. Короче, бери. Короче, бери. Приседает. Видели, как штангисты смешно приседают со штангой, нет? Да. Видели? Смешно? Да. Но только они поднимают по 200 килограмм. А вот с такой спиной ты ничего не можешь поднять. Поэтому взялся. Показывай еще раз. Хоп. Это очень помогает. При заднем, при обратном. Хоп. 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 Ну и так до вечера. Хоп. Вы сейчас скажете. Ну ты же тяжелее, ты мощнее его. Правильно. Справедливое замечание. Поэтому я должен сделать вот так. Нет, оставайтесь. Я должен сделать вот так. И то же самое. Хоп. Ну мы же сгодимся, а у нас поездки. Пытаются утомить соперника. Они для контроля. Я уже не говорю про это. Здесь есть, кстати, очень застрелизированный. Скоро Магомед. Ты же вот любил это делать. Да. Кто-то складывает на шею или на плечо. Я же вставник почетал складывать на затылок. Разница очевидна. Так я не сильно его согну. Так. У него же пасовода немного. Так. У него же пасовода немного. Так. Поэтому показываю еще раз. Вот здесь. Не здесь. Не здесь. Вот. Вот. Это называется вольяновский шиньон. Потому что волосы встают. Договорились? Уперся. Сдерживаешь его. Ручку. Подходить прямо на руку. И сюда. Сюда. Ты дышишь. Ты еще видишь. Подожди. Не готов. Не ручек. Нет? Я. Давайте. Каждый день зачитай. Вот это. Что так называется? Энергичное сжимание. Энергичное. И так же ты хватаешься сразу для соперника. Давайте. По три сразу. Сделай. Сделай. По три сразу. Потемли руки. Потемли руки. Сейчас очень важно, ребята. Руки потемли. Уши. Вы же и не слушаете. Потемли уши. Уши дри. Уши дри. Стрем уши. Уши трем. Нос. А теперь, чтобы через размяк уши вам было лучше меня слышно, разминаем мозг. Готовы? Да. Беремся там, где растут волосы или не растут уже. И начинаем активно тереть. Разминаем внестилище для секретов борьбы. Давай. Размяли, нет? Да. Что ты, Борис, ты будешь тереться? Я к вам обращаюсь. Ты как следуй. Высокий парк, ну что за дела? Мы же показываем, что листомаснизмом. Что ты на меня смотришь? Сколько лет ты не выйдешь? Шесть лет. Шесть лет ты не выйдешь? Это много. Показывай. Встаешь в парк. И не смотришь на соперника. Понял? Ничего нового я для тебя не покажу. И не смотришь на судью. Не смотришь на твоих родителей, которые на трибунах. Ясно, нет? Встаешь и созрезотачиваешься. Уловил? Плечики сильные, пальчики чуть шире. Потому что ты держишься за ковер. Это серьезно, это не шутка. Понял, да? Когда тебя коснутся лопаток, ты сейчас начинаешь. Ладно? Ну не сильно. Не смотришь на меня. Уловил. Чувствую все. Ноги заряжены на глазу. Еще как соперник. Показывай еще раз. Смотри. Посмотрите, посмотри. Носочки заряжены. Понял? Ты в любой момент можешь скачать. Можешь туда прыгнуть. Все. Спину подни. Понял? Ты понимаешь? Смотри, мы же договорились. Вот так стоишь. Понял? Все. 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 Это пригодится всем. Видишь, что я делал? Я даже... Я же классный. Но нога у меня видите? Правильно. Хопс. Молодец. Еще дальше. Вставай. Молодец. Вот так и надо. Парта. Смотри, посмотри. Молодец, быстренький. Так, видишь, защищается хорошо. Что я думаете буду делать? Я же видите, ногу контролирую. Я его напугаю сейчас. И он опять, видите, теперь он мне подарил зарплату. А теперь я его загружаю. Даже находясь сбоку. Я говорю, тяжело? Тяжело? Нет? Не тяжело. Точно? Молодец. Вот, руки вытащи. Молодец, молодец. Самое правильное, вытащи, вытащи. Вытащи, вытащи, вытащи. Соп. И. Молодец. Как бы я тебя не нагружал? Как бы я тебя не нагружал? Вот это не делай. Понял, да? Никогда. Факт. Защищаться от обратного пояса. Не нарушив правила. Если обратный пояс делается правильно, невозможно. Ты либо должен нарушить правила, либо соперник должен быть и настолько сейчас. Оборот. Вот он. Все. Этого достаточно, ребята. Заметьте, у меня ноги наковрестые. Я не цепляю. Этого я не делаю. Хотя кому-то можно, да, это сделать. Неудобно заводить. Почему? Потому что нога, видите, на упоре. Я проталкиваю ручку, соединяюсь. И методом переноса центра тяжести. Не оставляя его, конечно же, в состоянии бесходном. Я переношу сейчас свою левую ногу к нему груди. Вот мышку. Очень просто. Оп. Почему глаза под костей, не знаешь, нет? Потому что я большой кишок. А ты ручку под себя сложил. Никогда не спадывай. Никогда. Поэтому две задачи. Стойки. Контроль. За голову ли? За руку, за одну. За две ли руки. Но контроль не для того, чтобы отстоять. А контроль для того, чтобы подготовить для себя позицию для атаки. Ясно, нет? Гилья. Гилья. Очень полезно. Для кисти. Встаете на коленочке. Помнишь, как мы договорились? Только не касаем. Это подводящее упражнение. Вот так неправильно. Неважно, собрался атаковать или защищаться. Вот так правильно. Ну, у кого ноги парятся, вот так тоже можно, но я так не умею. У меня ноги не соответственно. Поставил гильку на, соответственно, ручку. Задача какая? Подойти ногами и сделать так. Хоп. Хоп. И подставляешь эту ногу. То же самое. Хоп. Для чего вы это делаете? Потому что вы не сутулитесь, и у вас соперник, то, что ты попытался сделать, не из головы. Мне не важно, куда ты будешь поворачивать. Я режу, когда... Подожди. Молодец. У вас был бой один раз, я пневаться. Да. Это правда ли то, что он говорит, что он будет с вами драться, не использовать руки, будет драться по щечинам? Щечинами? Да. Говорят так. Ну, видимо, это неправильный перевод к японскому. В этом, в этой версии, представьте, в этой версии, там есть особенности экипировки. Надеваешь перчатки, снарядные, можешь бить кулаком, в том числе и голову. Надеваешь, надеваешь перчатки, где пальцы свободны, ты можешь делать захваты, но не можешь бить кулаком. Только ладошкой, либо открытой перчаткой. Маваси, так называемая. Встанем на фоне. Маленькими группами. Каждый тренер подведет своих ребят. Мы с ними со всеми сфотографируемся, чтобы не было мелких фотографий. Я позволю себе результату из Иван Васильевича подобного. Готовы, нет? Да. Ребят, попробуйте. Кто у нас еще тренер по классике есть? Он, докладывал. Ну, ассистент мой. Старший Пагирев. Эй, эй, эй. В антреологии спокойно. Бобс. Кто с нами, тому не давать. Кто с нами, тому не давать. Нет, у меня есть другой перетерис, которым я сам возвращу. У меня есть раз, два, три майки С. Я бы попросил тренеров мне помочь. Кто подходит, ну, я бы встал еще раз. Кто-то вот такого размера парня. У кого самые лучшие результаты в вашей группе? По результатам. Победители. Победители секции, победители, может быть, республики, победители города. Победители еще. Называйте одного, давай. Роматом ставь, взять майку. Маленький, на, держи, маленький тебя назвали. У тебя тоже есть майка. Красавец. Иди, давай, спотнемся сразу. Веди ко мне. Иди быстрее. Держи майку. Человек, который затюкал меня за последний год. Приезжай на Россию, пареньер. Приезжай на Россию, пареньер. Приезжай на Россию. За него я здесь. Можно осмотрительный стакан? Ребятки, пошли. Можно осмотрительный стакан. Раз, поздри. Раз, поздри. Мы вам достались. Фотографируемся. Внимание. Улыбочки. Ребята, ну если вы хотите, вы думаете, я вообще Ходимбином занимался? Псичный. Больбой. Сколько лет? Пять лет? Стоять. Присели. Присели. Давай, не так. Какое? Сядь, сядь, сядь. Не чемпион. Ребята, сядь, сядь. Это даже не напряжение. Но не готово на самом деле, ребята. Триста. Оу. Смело. Меньше. 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 А ну назад становились. Ладно. Друзья, мы доступим следующим образом. Молодежь. Стоп. Стоп. Да нет, ребята. 90 медалей всеволе. Поэтому мы делаем следующим образом. Я отдаю тренинг, а он вам отдаст. Ладно? Держи. А сейчас я вот туда встаю, рассказываю. Первую группу мне. Давайте, самых маленьких. Туда. За больных, быстрее. А группам, понимаете? Есть. 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 Давай, есть. Задись всем. Я успею, как говори. Давай. Что ты здесь? 50, давай. 50. Ребята, вам все записывали. Ребята, вам все записывали. Ребята, байки не снимайте, я на вас буду расписываться, одевайтесь. На грудь, на грудь! На грудь, на грудь! Никого не томили, мы никто не восклинили, как результат. Если здесь хотя бы каждый десятый убедился в правильности выбранного пути, что он в правильный зал пришел, посвятился правильному делу, тогда это время потратило нельзя, в том числе и для меня. Потому что я ведь часть традиций, а у них уже продолжать эти традиции. Поэтому это очень важно. И поэтому я здесь, как предвестник чемпионата Победения Фермента России, который будет проходить через неделю, по приглашению Министерства спорта, по приглашению, конечно, главы Республики, вот наш Мураш. Он их подвелает, он настоятельно приглашал. И надеюсь, что такие встречи, они пойдут в институте, будут для них интересны. И вот, что они пойдут в институте.